Мариэл – маленькая загадка на карте большой страны. Словно зажатая в объятиях соседей Нижегородской областью с запада и Татарстаном с востока, Кировской областью с севера и Чувашии с юга, республика Мариэл из глубины веков пронесла и сохранила самобытность своего древнего народа Мари, которые, впрочем, сами, наперекор всем словарям, называют себя Мари и даже обижаются, когда их называют иначе. Если быть точнее, коренных народа два – луговые морийцы и горные. Первые живут на левом берегу Волги, в равнинной части, которая занимает большую часть республики. Вторые обитают на правом берегу, на небольшом клочке земли, покрытом холмами и возвышенностями, и зовущимся Горноморийским районом. Здесь жизнь совсем не такая, как там за рекой. Горные морийцы разговаривают на своем собственном языке, носят свою одежду и готовят свои блюда. А столицей этого самобытного уголка страны является город Космодемьянск, бывшая крепость, которая вошла в историю отечественной литературы под звучным названием Васюки. Горные морийцы будто бы прячут свои земли, то ли от равнинных собратьев, то ли от постороннего глаза за широченным руслом Волги и разливами Чебоксарского водохранилища. Тот берег, бывает, не разглядишь даже в ясную погоду. Ближайший мост почти в сотни километров отсюда, в соседней Чувашии, а здесь лишь неторопливый паром, который соединяет две части Мариэл только лишь до первых морозов. Эта переправа как будто бы между двумя мирами, там на равнине по лугам бродят коровы, а на полях растут рожь и ячмень. Здесь же выращивают капусту, и ее вокруг так много, что, кажется, столько и вся Россия не съест за год. Очень многие выращивают капусту. Вот вон трактор едет, капусту возят. Вот таким образом в ящиках возят капусту с поля. Сейчас ведь даже руками не режут капусту. Трактор проходит, все механизировано. Но капусту они едят сами. Средь горных морейцев это самый любимый и востребованный овощ. Капуста здесь растет не только в полях, но и почти в каждом дворе. У фермеров, конечно, капуста крупнее, там килограмм на 5-6. У нас кочаны-то небольшие. Вот это голландский сорт лисия. Вот смотрите, вот какие плотные. Капуста красивая. Даже сельская учительница – большой спец в капусте. Сейчас как раз время сбора урожая. И различные сорта заботливо уложены в аккуратные капустные кучи. Для горных морейцев выращивание капусты в каком-то смысле – это возвращение к истокам. Здесь даже хлеб без капусты не обходится. Когда печку затапливали и ставили хлеб в печь, они тоже вот раньше женщины клали тесто на капустный лист и ставили в печку. Прямо вот на капустном листе пекся хлеб. Финоугорские племена жили на этих землях с давних времен, защищая их то от нашествия с юго-востока, то с северо-запада. С кем-то воевали, с кем-то создавали союзы, сохраняя, впрочем, свою самобытность на протяжении многих веков. И даже когда в конце XVI века русские построили здесь город-крепость, названный в честь святых братьев-мучеников, и стали обращать местных в свою веру, черемисы, так когда-то называли морейцев, продолжали чтить свои традиции и обычаи. В двадцатых годах прошлого века сюда пришла советская власть, подарив им автономию и продразверстку. В 1922 году здесь, как и во всем по Волжье, царил ужасный голод, который уносил жизни десятков, сотен тысяч человек. Потом, на следующие 70 лет, любимую горными морейцами капусту, с их полей вытеснили рожь, ячмени, пшеница. А когда в 90-х на смену вечно строящемуся коммунизму пришел капитализм, а Морийская СССР стала республикой Мариэл, капуста опять вернулась на их земли. Фермеры говорили, что капусту выращивать выгоднее, чем даже картошку. Если даже капусту сдавать по рублю, ну тогда, еще в 90-е годы, все равно выгоднее, чем картошку сдавать. Ольга с гордостью показывает нам свой урожай, пока в ее духовке томится традиционный горноморийский пирог-кравец, который, конечно же, никак не обходится без капусты. Вот смотрите, у нас есть капустные листья. Почему капустные листья? Капустные листья позволяют этому пирогу оставаться мягким. Готовить кравец в горноморийских селах девочек учат с самых юных лет. А что тут делать-то, говорит Ольга, всего-то с десяток ингредиентов и семь часов в печке? Усили немного. Ну вот тесто приготовили, там крупу замочили, мясо нарезали, положили, поставили, и все это потом уже надо укрыть, укутать вот этими капустными листьями и вот кусочком теста. Кравец, пожалуй, самое популярное горноморийское блюдо. Пирог дают с собой мужьям, которые отправляются на работу, дарят на праздники друзьям и соседям. Вот и нам досталось несколько кусочков с собой на случай, если в городе нам негде будет разжиться пищей. Космодемьянск – небольшой городок, уютно расположившийся внутри Волжского изгиба. До 80-х годов прошлого века он стоял на высоком холме, так, как когда-то его выстроили здесь для обороны от набегов с востока. Но ради Чебоксарской ГЭС все низины вокруг были затоплены, так что исторический центр оказался на самом берегу. Слышок, моя фамилия Бендер. Может, слыхали о таком? Очень приятно, очень приятно. Ну как, будем покупать стулья сегодня или нет? Среди купеческих особняков старого Космодемьянска неспешно прогуливается человек в образе Остапа Бендера. Это актер Александр Фирсов, который вжился в роль великого комбинатора чуть ли не до степени полного слияния. Он, как и многие в городе, уверен, что Космодемьянск и есть те самые высюки из романа «12 стульев». На высоком правом берегу Бога, в городе 7 тысяч жителей, в то время столько и жило. В городе лесторговый техникум и плодоварочный завод, то есть было. Конезаводство тоже было. В 90-е годы, когда на сломе эпох воздух был буквально пропитан авантюрным духом бессмертного романа «Ильфа и Петрова», городские власти Космодемьянска не стали стесняться и организовали здесь, нет, не межпланетный шахматный конгресс, но ни много ни мало всероссийский фестиваль сатиры и юмора. Александр по образованию химик-технолог, за неимением работы по профессии в 90-е был вожатым в школе, но кто-то из организаторов бендериады смог разглядеть в нём черты и манеры великого комбинатора. Так, 25 лет назад Александр впервые надел морскую фуражку и полосатый пиджак, все эти годы оставаясь верным своему персонажу. Вы бы кису могли бы скрыть? Ну, конечно, мог бы, ну что-то, конечно. Это просто вот так вот, опустились, плечи так, и вяленько так. Когда же мы будем делить наши деньги? Добрый авантюризм такой, добрый. Я не скажу, что, вот вспомните роман, практически ничего такого плохого сильно-то он и не сделал. Ну да, ну, возьмем Васюки, да, шахматный турнир. Ну, провел шахматы, провел, кое-как провел, провел. То есть люди же сами повелись на это. Вот и Космодемьянская бендериада, кажется, вся пропитана духом авантюризма. Гвоздь программы – тот самый аукцион 12 стульев, в одном из которых действительно спрятаны драгоценности, которые с лихвой окупаются азартом гостей фестиваля. Я знаю одного человека из Ишкарлы, он говорит, все 25 бендериад приезжает, и стабильно участвует в аукционе 12 стульев, и за все 25 раз он один раз только выиграл. Бриллианты, причем тратит огромное количество денег, когда в один год он 6 стульев купил, и, кстати, ему не повезло, а вот когда купил один стул, ему повезло. Стулья теперь здесь повсюду, и на бетонной стелле, и на самодельных постаментах. Актер Фирсов уверен, что роман «12 стульев» может быть самым настоящим путеводителем по их городу. Здесь есть и лестница, по которой спускался бендер, и шахматный клуб, и многое другое. Да и люди с тех пор не очень-то изменились. Как и сто лет назад, Остап Ибрагимович и Ипполит Матвеевичи бродят где-то среди нас. Романы, что золотой теленок, что для нас до сих пор актуальны. Иногда смотришь несовременную действительность и думаешь, угу, настольная книга. Ну, что тогда были смутные времена, что сейчас, ну, достаточно такие. Но на смутные времена Космодемьянску, кажется, грех жаловаться. Ведь здесь тебе и бескрайние капустные поля, и промышленные предприятия с рабочими местами. Местные заводы, гиганты электрооборудования. Космодемьянске выпускают каждую третью розетку в России. Городская бурная жизнь уже давно переместилась наверх, туда, где много десятилетий назад стали появляться панельные многоэтажки и заводские корпуса. А старый центр с его набережными и купеческими домами почти обезлюдил. Летом здесь бывает шумно и весело, но с начала октября теплоходы с туристами сюда уже не заходят. Еще недавно в Космодемьянске был свой порт, грузопассажирский, и суда с туристами причаливали к берегу до самого конца навигации. Но порт обанкротился и центр опустел, а его жителям теперь остается только мечтать. Типа причалы сделать, типа беляны, чтобы народ выходил, внутри сделать как кафешка, там магазинчики. Сунира на палубе сделать, типа ресторанчика такого открытого. Были задумки, но это все финансы. Да, и немалые. Плотник Александр Воронов единственный, кто теперь занимается воссозданием космодемьянских белян, то есть огромных деревянных барж, которые в свое время были одновременно и транспортом для перевозки товара, и самим товаром. Корпус шел на дрова, пиломатериал, как пиломатериал шел, готовые домики продавали, как готовые домики. Все продавали полностью, якоря даже продавали. Все веревки продавали, ничего не оставалось. Безотходное производство. Все, когда продавалось, получалось в районе миллиона рублей. Это большие деньги были. Если пятак стоил водка, стакан, В конце 19 века Космодемьянск был одним из главных поставщиков дерева в морские порты страны. Местные беляны шли по течению Волги до Царицына, а оттуда до Черного моря. И до Астрахани, до моря Каспийского. Дерево тогда было товаром ходовым, не менее значимым для страны, чем теперь нефть и газ. Пароходы на дровах ходили, строили все из леса, плоты и лодки все из леса делалось. Александр родился и вырос в Космодемьянске. Деревом занимались и его дед, и его отец. Так что то ли зов крови, то ли послевоенная бедность заставили его взяться за ножи и рубанки. Пистолеты строгали в детстве, как обычно. Потому что таких игрушек не было. Вот приходилось самим строгать, все это делать. Потом заниматься стал моделем, кружки корабли строить. Ну вот так вот и привелось потихоньку. Еще в 90-х он задумал построить модель настоящей космодемьянской беляны, которую делал более 20 лет. Зато теперь этот деревянный танкер в масштабе сток одному — его главная гордость, о которой он, кажется, готов рассказывать бесконечно. Вот даже могу показать сам момент. Работа этого, так сказать, вот этими воротами поворачивали, и руль поворачивался в ту и в другую сторону. Что это за будка? Ну, по морским термологиям это гальюн, но по нашим как бы туалет. То есть все удобства? Да, все удобства как бы находилось на этом судне. Сейчас же почти все свое время Александр тратит на сохранение космодемьянских традиций. Делает особые резные наличники, которыми купцы и зажиточные крестьяне украшали свои дома. А таких больше наличников нигде нету, ажурных. Сколько я не смотрел, томские, омские, ярославские, таких наличников нету. Сейчас с этим никто не знает. Сейчас дом пластиком обшили, красота, нравится. Делать наличники в полную величину он не может, их попросту негде хранить. А заказчиков практически нет ни среди местных, ни во всей России. Так что Александр делает уменьшенные копии, которые, возможно, когда-нибудь кому-нибудь станут интересны. А за дверью по соседству живут чудовища. Вот на пне стоит обвитый корягой Вуд-Ия. Это горномарийский водяной, который не позволял людям купаться после обеда. Но он полуэротический даже у меня. Видите? Лягушка стоит, а тут и змей выходит. И тут как коряга. Я люблю фантастику, чтобы... Ну, необыкновенно, чтобы... Я даже четыре пальца делаю. Вот видите? Его работы стоят в музеях США, Германии и Польши и с успехом продаются в московских галереях. Но многое из того, что сейчас находится в мастерской Николая Леденейкина, не купишь ни за какие деньги. Например, вот эти горномарийские музыканты, что были сделаны для персональной выставки в Космодемьянске. А вот это волынка. Раньше были такие старинные... Сейчас есть бычьи пузыри. Из него делали волынку старинные такие. Ну, все равно видели в деревнях. Сейчас не делают, правда. Уже национальный вот ансамблях остался. А этот на дудочке. Николай не местный. Родился и вырос в соседнем Татарстане. А в столицу горных марийцев попал случайно, когда юноша и приехал в гости к знакомым, и благодаря чуду остался здесь навсегда. Пошел по улицам искать, у кого бы переночевать, сидит старушка. Говорит, у меня как в сказке, можете представить? Оказалось, еще 84 года и слепая. Я говорю, пустите бабушку переночевать-то. Так и осталось на 35 лет там, в этом доме. Со временем он стал полноправным хозяином дома, ухаживая за той самой старушкой до ее смерти. В поисках работы устроился на один из местных заводов художником-оформителем, следуя в духе соцреализма линии партии и руководства, пока до Космодемьянска не докатилась перестройка. И я вовремя ушел, потому что людям уже вообще 180 рублей начали платить. Все мои друзья без денег остались, а у меня появились в это время деньги. Я потому что у меня выставки в Москве пошли, все этот, как его, у меня свои агенты были в 90-е годы. Я шиковал. Делал Николай на заказ и сказочные фигурки, и вполне себе эротические. Не раз бывал обманут недобросовестными заказчиками. Кто-то просто забирал его работы без оплаты, кто-то тиражировал их без спросу. Но всякий раз он придумывал что-то новое, что пользовалось неизменной популярностью среди столичных ценителей, оставаясь жить в любимом Космодемьянске. Им приглашали меня вообще в Москве жить, богатые люди, по три завода, которые имели. Ну, вот я сижу в этой коморке, я счастлив. Да, звездной болезни у меня нету, как у многих. Но я люблю популярность, как все люди. Иначе к чему стремиться. Говорит, среди его клиентов были и президент Татарстана Ментимир Шаймиев, и премьер-министр Виктор Черномырдин. А однажды, в конце 90-х, ему заказали подарок на день рождения московского мэра Юрия Лужкова. Кепочки тоже. Храм Христа Спасителя выходит. Сзади половина лица вот такой. А впереди ангелы забивают сваи. И он босыми ногами идет по цветам, потому что политика – вещь грязная. Художника Леденейкина часто приглашали в гости, в том числе и на съемки популярных телешоу. На одном из них Николай познакомился с Арчилом Гамиашвили, актером, сыгравшим Астапа Бендера в «Двенадцати стульях Гайдая». Если бы я знал, что здесь музей Бендера будет, я бы у него хоть бы трусы или что-нибудь взял бы ради интереса. И повесили бы мы как. И знаете, сколько народу пришло бы смотреть. Но тогда Леденейкин попросить ничего не успел. Его подвел язык. И получилось так, что один художник обидел другого. Мы сидим, значит, кофе с ним пьем. Ну, и ляпнул. Я говорю, знаете что, мне нравится ваше окружение в фильме. А вы – нет, я говорю. Это было достаточно. Что и деньги мне не заплатят, и выгнали меня. Почти сто лет назад, когда только-только появилась Марийская автономия, Космодемьянск чуть было не стал ее столицей. Но что-то не сложилось, и выбор пал на ее шкаралу. Быть может, из-за того, что она находилась ближе к географическому центру автономии. Или потому, что основную ее часть все же занимали не горные, а луговые марийцы. Но Космодемьянск все равно получил особый статус. Он, как Москва для Московской области, является центром Горномарийского района, при этом не будучи его частью, образуя отдельный городской округ. Вокруг Космодемьянска – деревни и поселки, в которых почти не звучит русская речь, а родным языком является Горномарийский. В городе же в основном говорят по-русски, хотя именно здесь, в здании обычного советского ДК, находится единственный в мире Горномарийский театр. На сцене репетиция спектакля «Муравьиная свадьба». Разноцветные муравьи – это марийцы разных районов. Жених из луговых приезжает в Горномарийскую деревню в поисках невесты. И вскоре молодые играют свадьбу. Такое теперь можно увидеть лишь на сцене. Горномарийская свадьба – красивая, но уходящая традиция с самодельным алкоголем и ночными гуляниями. Именно так выходила замуж актриса Наталья Гусянова. За неделю до торжества к ней пришли сваты в полночь. С вином, больше похожим на самогон, и с хлебом. Если я попробовала вино, я все, значит, я теперь почти как замужняя женщина. И мне даже после сватовства не разрешается разводить почему-то огонь дома и носить воду всю неделю. После этого по традиции молодые обходят ночью всех соседей. Приглашают отведать вина и хлеба, чтобы наутро вместе со всей деревней отметить сватовство. Они говорят, ладно, хорошо, и они под утро. Только приходим, когда уже всю деревню звали, там где-то 30 домов в деревне, например, уже уставшие, приходим, когда приглашали по всей деревне, вот приходим уже уставшие 3-4 часа утра уже. Ровно через неделю регистрация венчания, а следом традиционный выкуп. Только не невесты, а пиво. Подружки-невесты прячут в чан с напитком. Если друзья жениха его не найдут, придется раскошелиться. Можно спрятать пиво у соседей, можно где-то во дворе так хорошо спрятать. Некоторые даже подружки так умудряются, что пиво это не находят уже женихи. Они уже устали искать. Говорят, спрашивают, ну, выкупаем. Сколько просите за пиво выкуп? Все это в горномарийских селах можно было увидеть еще 20 лет назад. Но теперь молодые предпочитают традиционную российскую свадьбу с посиделками в кафе или столовой. Так проще и дешевле. Даже старшая дочь Натальи уже не собирается продолжать древние традиции. Говорит, что я бы хотела, конечно, марийскую свадьбу с традициями, но это, говорит, все так затратно, денег уходит. Лучше, говорит, я бы на эти деньги, говорит, мы со своим мужем съездили бы в путешествие. Мы бы хотели посмотреть мир. Важные трибуты горномарийской свадьбы – нашмак и шарпан, головной убор и полотенце с особенной вышивкой. Их тоже теперь почти никто не делает. Вот нашмак – это головная повязка у нас. Ленточками наверх одевается. Одевается вот так, через ушко. Филония Шестакова – мастер по горномарийской вышивке. Пытается удержать ускользающую традицию. Ездит по деревням, находит в сундуках ткани с узорами. Говорит, техника горных марийцев сложнее прочих. Потому-то, видимо, о ней забыли. Луговая вышивка намного спокойнее делается. Не надо считать. У нас горных марий по счету нити, вот если нашмак взять, вот это все надо считать. Полностью нитки надо считать. И по нему идешь. Никак нельзя перевести узор на ткань. Вообще-то Филония работает сторожем и свою сторожку превратила в мастерскую, где длинными осенними ночами вышивает традиционную одежду, в том числе и для местного театра. Оборотки вот тут, рукав, подол делаешь, воротник. Ну, если рабочее время, два с половиной месяца. Если считать 8-часовый рабочий день, без выходных, с выходными. Однорожка? Да. Потому что сидишь очень долго, и каждую эту ниточку надо считать. У Филонии старый кнопочный телефон. Интернет ей не нужен, отвлекает от работы. Она даже телевизор не включает, ни дома, ни в сторожке. Говорит, если смотреть в экран, не хватит времени на хозяйство и вышивку. Телевизор я не хочу слушать, так у меня приемник есть там, а Марийскую программу и Шкарлинскую пускаю. А так? Иногда сижу без ничего. Филония мечтает когда-нибудь отправиться за реку, ведь там, на левом берегу, в старых умирающих деревнях, оказывается, тоже живут горные марийцы, чьих сундуках наверняка полно уникальной вышивки. Так случилось, что эти сложные узоры уже почти никому не нужны. Или потому что сама жизнь стала не менее витиеватой, отвлекая людей от вышивки и ремесел, или от того, что они повсеместно вытесняются хай-теком современной жизни. Быть может, на этих чудесных землях традиции задержатся подольше, как несмотря на многие века и испытания дожили до наших дней. И пока в деревнях и в городе звучит певучий горномарийский язык, этот край останется самобытным, не похожим ни на какой другой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...